Другая тема Теперь другая тема, она более сложная Значит, посетительница канала написала Вот в 90-х годах я пользовалась вашими книгами Где вы написали, что там надо закислять А сейчас весь интернет говорит о том, что надо ощелачиваться Вот, и выходит, как вы Я вам доверяла, а вы мне вот какую-то неправду советовали И я решил опять-таки поднять эту тему PH, кислотно-щелочного равновесия в организме Чтобы как-то все это дело разъяснилось В первую очередь для самого себя Ну, в первую очередь Я, конечно, там спросил А что вот вам это не помогло Вот вы пользовались моими книгами И что вот Именно вот это PH, кислотно-щелочное равновесие Вот, вот Как-то оно на вас повлияло Как-то я его это Не так преподнес там Или там с позиции там толстого кишечника В основном, что там В толстом кишечнике идут там такие какие-то Бродильно-гнилостные процессы Которые там сдвигают Значит, PH в толстом кишечнике И начинается оттуда Вся эта зараза, значит, идти сюда Я даже, знаете Я уже над этой темой Буквально-таки несколько дней Думаю, как ее преподнести Поэтому я буду говорить И Ивана Павловича Невмывакина Вот буквально перед этим Прослушал Как он все это дело понимает Преподносит Как, значит, другие люди И разные-разные-разные И вот в том числе Я неожиданно для себя Узнал следующее Что Илья Мечников Который говорил о том Что гнилостные процессы Идущие в толстом кишечнике Приводят к самоотравлению организма И, значит, для этого Он рекомендовал, чтобы Они там не шли Принимать кишечную там палочку Болгарскую кишечную какую-то палочку Которая будет там все это нормализовать Либо же удалить толстый кишечник На что Лев Николаевич Толстой ответил Ну вот там Илья там, как там его зовут Мечников Додумался удалить толстый кишечник Или там еще что-то там такое Для того, чтобы продлить жизнь И тут меня, знаете, даже осенила такая мысль Ну вы знаете, вот если Илья Мечников Потому что знание развивается Ошибался в своих вот этих выводах Что надо удалять толстый кишечник Который нам нужен Что в 90-х годах Возможно и я ошибался Будем так сказать Ну, я хочу вот разобраться Если ошибался, то допустим В чем-то мы ошибался И в чем мы все ошибаемся Или заблуждаемся Говоря о кислотно-щелочном равновесии И вот начнем, можно так сказать С самого начала У нас есть клетка Мы все первоначально Возникаем из клетки Из одной единственной клетки Развивается вот такой огромный организм Который вмещает колоссальное количество Разного рода клеток Клетка является, можно сказать, основной Вот такой структурой Из которой состоит наш организм Причем эти клетки самые различные Вот для того, чтобы эта клетка жила В ней должна Для обеспечения жизненных процессов Поддерживаться Оптимальная среда Именно для вот этих вот процессов В клетке В одной клетке Если все нормально Среда нормальная То все эти ферментативные процессы Обеспечивающие жизнедеятельность Они, значит, совершаются Своевременно, хорошо И, как бы сказать, организм, состоящий из Миллиад этих клеток Чувствует себя нормально По крайней мере здоров На физическом уровне Чисто телесно Вот, но если же там Происходят какие-то Изменения Именно в среде Пример такой Для того, чтобы Обеспечить какой-то процесс Выполнение какого-то процесса Надо создать условия Как я вот здесь вот сижу Что-то снимаю У меня компьютер У меня тут Даже тут Ноутбуки Планшеты Видеокамера Одна Видеокамера Другая И свет Третий Ну и прочее И плюс еще Материал С которого я там беру Разного рода знания И прочее То есть Надо обеспечить Условия Так вот Оказывается С клеточного уровня Чтобы обеспечить Вот Нормальное существование Клеток И обеспечить их Жизнеобеспечение Значит Организм придумал Внутреннюю среду Которая состоит Первое Омывает клетку Межклеточная жидкость Которая соприкасается С кровью И вот эти два параметра Кровь И Межклеточная жидкость Вот эти вот Параметры Они Имеют PH PH Это говорит Там Активность Водородов По научному И так далее То есть Вот так вот Просто Наука сказала Что должна быть Определенная PH То есть Коридорчик Этого Этой среды Нормальной Который Организм Всеми силами Поддерживает Для того Чтобы поддерживать Вот эти вот Вот этот Коридорчик Чтобы ни туда Не смещалось Ни сюда Как говорится Ни в кислую сторону Ни в щелочную сторону Существуют Так называемые Буферные системы Буферные системы Которые И поддерживают Постоянство Внутренней Среды Вот этого PH Так называемого На уровне Крови На уровне Межклеточной Жидкости Ну и естественно Внутри клеток Там еще Свои Эти самые Механизмы Так вот Что происходит Вот когда говорят О том Что там Надо там Закислять Или там Надо Ощелачивать Что Вот Как бы сказать Смещение Среды Вот этой Вот среды Вернее Тенденция К смещению Внутренней Среды Она обычно Происходит В кислую Сторону Почему в кислую Сторону Потому что Организм Живой Он состоит Из Как бы Мяса Из белка Который Постоянно Разлагается И при этом Разложении Он образует Кислые Значит Вот эти Вот Элементы Которые Надо Нейтрализовать И их Нейтрализуют Как раз Вот эти Вот Буферные Системы Говорят Что якобы Их Образуется В 20 Раз Больше Нежели Щелочных То есть Наш организм Во время Своей Жизнедеятельности Вырабатывает Вот этих Кислых Составляющих В 20 Раз Больше Нежели Щелочных Поэтому Организм Как бы Имеет Тенденцию К Тому Что Он Может Закислиться Но при этом При этом Важно понимать Что вот Эти вот Константы Характеристики Крови И Межклеточной Жидкости Они Остаются Одни и те же Просто Истощаются Вот эти Буферные Системы Как только Они истощатся И уже Не смогут Выполнять Свои функции И сдвинется Вот это Кислотно-щелочное Равновесие Нашего организма В ту или иную Сторону Алкалоза Там Или Ощелачивание Или закисление Или ацидоза То наступит Просто-напросто Смерть Организм Не сможет Жить И когда Вот это Происходит Вот эти Все изменения Истощение То есть Организм Для того Чтобы Поддерживать Вот эти Вот Буферные Системы В нормальном Своем Состоянии Вот считается Что он должен С пищей Получать Больше Щелочных Элементов Больше Если значит Эти резервы Исчезают Или с пищей Не поступают То значит Используется Буферными Системами Используются Уже Как бы сказать Щелочные Элементы Из нашего Собственного Организма А это Допустим Что-то Может быть Из костей Используется Из ткани Используется Еще чего-то Еще чего-то И так далее То есть Организм Начинает Слабеть Он начинает Становиться Уязвимым У него уже Не такой Мощный Иммунитет И его Начинают Атаковать Разного Рода Те же Микроорганизмы Которые В нем Живут И Возникают Разного Рода Хронические Заболевания И допустим Нарушение Там Остеопороз Там Еще Что-то Еще Что-то Что-то С возрастом Поэтому Поэтому И рекомендуют Использовать В питании Как бы Ощелачивающий Организм Пищу Но Важно Понимать Что она Не Ощелачивает Организм Она Восполняет Наши Резервы Буферных Систем Которые Обеспечили Поддержание Стабильное Поддержание Тех же Кислотно-щелочного Равновесия Для Стабильной Жизни Вот это Важно Понимать Далее Что же Происходит Вот Там Как говорил Илья Мечников Происходит Гниение Бражение У нас В толстом Кишечнике Вот Как правильно Понимать Вот это Кислотно-щелочное Равновесие С позиции Значит Процессов Происходящих В самом Организме И в частности В том же Толстом Кишечнике Вот смотрите Что такое Процесс Пищеварения Процесс Пищеварения Это Когда Идет Поглощение Расщепление Преобразование Пищи До Мономеров И Их усвоение То есть Для этого Желудочно-кишечный Тракт Нам нужен То есть В желудке Одни процессы Идут В том Кишечнике Должны Идти Другие процессы И все В толстый кишечник Уже должны поступать Такие вещества Которые бы Не вызывали В нем Ни брожение Ни гниение Что такое Брожение Вот давайте Обратимся Строго К таким Научным Формулировкам Брожение Ферментативный Энергообразующий Окислительно-восстановительный Процесс Протекает Без участия Молекул кислорода Субстратами То есть Питательной средой Для брожения Являются Как правило Углеводы Запомним Углеводы Продуктами брожения Бывают Спирты Органические кислоты Ацетоны Другие органические вещества А также Голекислый газ Молекул водорода И другое То есть Это брожение Что такое Гниение Это процесс Разрушения Органических Азотосодержащих Соединений Главным образом Белковых веществ Под действием Микробных Ферментов При гниении Мяса И рыбы Образуются Птумаины Обладающие Токсическими Свойствами В организме В организме Человека Процессы Зниения Происходят В основном В толстой Кишке Где существуют Оптимальные Условия Для жизнедеятельности Гнилостных Бактерий Образовавшихся При гнилостном Распаде Белка В кишечнике Которые С кровью Попадают В печень Где происходит Их обезвреживание Если с кровью Печень Не справляется С обезвреживанием Значит они Разносятся По всему Организму То есть Для того Чтобы Можно так сказать Сделать Из всего этого Сначала Такой Как бы Резюме Углеводы Попадающие В толстый Кишечник Они бродят В результате Образуются Газы Углекислый газ Водород И так далее А вот Белковые Вещества Из той же Рыбы Птицы Мясо Они подвергаются Там Вниению В результате Которого Образуется Аммиак Ну и прочие Там Вещества Неприятные Но Встает Тогда Такой Закономерный Вопрос Если Питательные Вещества Как Белковые Так И углеводистые Расщепляются В желудочно-кишечном Тракте И поглощаются То Как Они попадают В толстый Кишечник И уже На них Начинается Если Это попали Углеводы Начинается Бражение Если Туда По каким-то Таким Вот Причинам Попадают Белковые Вещества То Возникает Гниение То есть Размножается Бактериальная Микрофлора Которая Начинает Вызывать Вот эти Вот Неприятные Вещи Если К нам В толстый Кишечник Попадают Углеводы И попадают Белки Это Говорит О том Что Они Неправильно Были Переварены И усвоены В Высоких Отделах Желудочно-кишечного Тракта То есть Мы неправильно Их обработали В ротовой Полости Мы неправильно Их обработали В желудке Мы неправильно Их обработали По каким-либо Причинам В Тонком Кишечнике В результате Чего Они спустились У нас В толстый Спустились В толстый Где Забродили Загноились В результате Чего Гнилостная Бродильная Микрофлора Размножилась Сосалась В кров Сосалась В ближнежащие Ткани И начинает Колонизировать Наш Организм Эти бактерии Разносятся И так И ждут Где бы Прижиться Для того Чтобы Жить дальше И вот Для того Чтобы ликвидировать Этот процесс Вот о котором Я говорил Что Надо Значит С помощью Очистительных Клизм В первую Очередь В первую Очередь Это Очистить Толстый Кишечник Рассадник Вот всей Этой Заразы Которая Так и Норовит Значит Сожрать Организм Потому что Для Бактерий Наш Организм Это такая же Питательная Среда Которую Просто-напросто Надо Завоевать И Сожрать Больше У нее Никакой Задачи Нету Наша Наша Задача В толстом Кишечнике Поддерживать Такую Среду Чтобы Там Не было Ни гниения Ни брожения Поэтому Очистив Толстый Кишечник Мы Должны Чтобы Не было У нас Ни брожения Ни гниения Нормализовать Собственное Питание Нормализовать Собственное Пишеварение Для Этого Надо Правильно Потреблять Пищу Особенно Это касается Питья Вот Когда Вы смотрите Мы с вами Загрузили Допустим Те же Углеводы Ну допустим С тем же Чаем Выпили Пряничек Съели То вместо Того Чтобы Крахмал Расщепился В ротовой Полости Вернее Подготовился Подготовился И далее Уже Как Говорят Нам Ученые Физиологи В желудке Крахмал Не расщепляется Не подвергается Никаким Он поступает Тонкий Кишечник И пошло Поехало Там уже Дальше Знаете Как в конвейере Одно подготовлено Дальше Конвейер Штампует Другое Но если Не подготовлено В ротовой Полости И быстренько Смылось А мы Еще Там Добавили Там Жидкости То у нас Что у нас Происходит У нас Может просто Напросто Вот это Все эти Стадии Пищеварения Которые Должны Нормально Соблюдаться Определенный Период Времени А этот Период Меньше В результате Ферменты Наши Пищеварительные Не успевают Расщеплить Тот же Допустим Крахмол И он Так Смывается Дальше В нижние Отделы Тонкого Кишечника И дальше Поступает В тосты Где уже Его ждут Бродильные Бактерии И начинается Расщепление С образованием Вот этих Всех Газов Либо Мы в сахара Просто Много Там Пьем Если же Это касается Белков Опять таки Мы с вами Поели Котлетку С картошечкой Допустим Что уже Для нашей Системы пищеварения Непонятно Как это все Переваривать Усваивать Да ладно Зато там Вкусно И сытно Главное Далее Это все еще Выпили Кружечкой Пивка Или Компотика Или Чайка Или так далее Или еще Потом Закусили Разными Другими Веществами Допустим Кофейком С крындельком То все Мы это Нарушили Не Обработанные В желудке Допустим Белки Так как Надо Они не могут Уже Обработаться И В Тонком Кишечнике И они Тогда поступают Естественно В Толстый Где уже Подвергаются Воздействию Гнилостной Микрофлоры И у нас Водникает Пукаем С таким Отвратительным Запахом Вонючим Который Как раз Говорит О том Что у нас Идут Процессы Ненормальные Что это Предболезнь Если мы Запустим Примерно В течение Года Будем регулярно Каждый день Вот так вот Есть И у нас Образуется Газы И мы Да Что там Это нормально Тем самым Мы подготовим Почву Для Расселения Вот этой Бродильной Гнилостной Микрофлоры По всему Организму И они Естественно Колонизируют Наш организм И начинаются Там уже Совсем Другие Процессы Так вот Чтоб этого Не допустить Вот теперь Мы Не говорим О кислотности И щелочных Вещат Мы Говорим О правильном Пищеварении О нормальном Пищеварении Которое бы нам Не Обеспечило Будем говорить Стабильные Условия Нормальные Стабильные Условия В толстом Кишечнике С поддержанием Оптимальной Микрофлоры Которая Нам помогает А не той Которая Нас ослабляет И так и норовит Завоевать И сожрать То есть Вот гнилостные И бродильные Процессы Они как бы Сказать Не подпадают Под Понятие ПАЖ Какая-то ПАЖ Идет Или еще Кисло Или Щелочное Нам важно Понять Какой Процесс Идет Не кислый Не щелочной А какой Идет процесс И вот Об этом Как раз Я говорил Когда Описывал В целительных Силах И в книгах О толстом Кишечнике Что его Надо очищать С помощью Очистительных Клизм А что Что уже Вы туда Подберете Либо Допустим Это будет Кислый Раствор Там С добавлением Лимонной Лимона Либо Допустим Слабо Там Щелочной С добавлением Соды Клизмы Там Делается Еще Еще Это Не важно Важно Вот это Все Вымыть Выгрызти Отсюда А далее Уже Этому Препятствовать Нормализовал Своё питание То есть Второй Этап Это Идет После Очищения Это Нормализация Пищеварительного Процесса Если Это Не сделано То Бесполезно Рассчитывать На какой То Стабильный В результат Да После очищения Толстого Кишечника У вас И будет больше сил Глаза Заблестят Кожа Станет Лучше Но Не поменял Питание Буквально Таки Через Два Месяца Три Месяца Это Все Вернется На Круги Своя Видите Вот И Когда Говорят Что надо Там Закислять Что надо Там Защелачивать Или Еще Что-то Там Организм Нет Его Просто Надо Нормально Питать Соблюдая Те Механизмы Которые Заложены В Основе Правильного Пищеварения Об этом Я как раз Там и рассказал Пить до еды Желательно Сначала Там Вот Соблюдать Кислотно-щелочное Равновесие Съесть Ощелачивающие Продукты Как бы сказать Не ощелачивая Вот это вот Слово Ощелачивание Она Оно Неправильно Понимается И вводит Наш всех В заблуждение А вот эти Ощелачивающие Продукты Которые Восполняют Или укрепляют Наши Буферные Системы Препятствующие Закислению Организма От собственного Жироспада Там белка Вот чем Важно понимать Большая миска Салата Или Притушеных Овощей Там Слабо Так Чтобы они Слегка Эти самые Были Сыроватые Но теплые Пищеварение Любит тепло Это огненный Процесс Это важно Понимать Далее Используем Уже Тогда можно Белка Сколько-то Там съесть То есть Белковые Продукты Жирные Продукты А то Если так Говорит Ощелачивающие Продукты Это в основном Жиры Так что мы там Жиром То сейчас Наедимся И мы Ощелачиваем Свой организм Нет конечно Вот о чем Я говорил И плюс Теперь Для улучшения Пищеварения Мы применяем Такие специи Вот я например Применяю Тмин Которые С одной стороны Обладают Энергетикой Огня С другой стороны Летучие Они помогают То есть Семена тмина При употреблении В пищу Способствуют Улучшению Пищеварения Способствуют Его усилению Способствуют Нормализации И заодно Доходя До того же Толстого кишечника Нормализуют Микрофлору На нормально Я говорю Я очень долго Искал Средства Для того Чтобы вот эти Пуки Разные Прекратились Чтобы Стул Был Нормально Оформлен Добивался И у меня Не всегда Далеко не всегда Это получалось Вот что-то Начало А потом Это И вот только Применяя Атмин Постоянно Регулярно Я должен Сказать Совсем Другое Дело То есть Специи Это не зря О чем мы там Говорим Что это Специя Такая Такая Вкуса Или еще Нет Это для Того Чтобы Усилить Пищеварительный Огонь Улучшить Наше Пищеварение Нормализовать Микрофлору И заодно Усилить Наш иммунитет Вот в этом Случае Нам Никакие Внешние Источники Заразы Не страшны Ни бактерии Ни вирусы Потому что Мы Гораздо Сильнее Мы с этим Справимся Это очень Важно Понимать Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровьица И до новых встреч Вы знаете Что я автор Многочисленных книг По естественному Оздоровлению организма Если вас какие-то Книги заинтересуют И вы хотите Их приобрести Пожалуйста Обращайтесь ко мне На мою электронную почту Цены вас Приятно удивят Плюс Моя бесплатная библиотека Всегда открыта Для вас Моя бесплатная библиотека Продолжение следует...